Девушки отдыхают Дум. Каково это, мочить игиловцев с пулемёта? Получится ли у компании EA порадовать геймеров качественным портом Need for Speed на ПК? И ещё много интересных и весёлых новостей в сегодняшнем выпуске. Поехали! Нам стало известно, что в игре The Division будет 12 навыков по трём специальностям – медик, специалист и силовик. Правда, почему наши локализаторы перевели Security как силовик остаётся загадкой. 12 навыков – это очень мало, скажете вы, и будете неправы. Каждый навык можно модифицировать, наделяя новой способностью. Например, навык специалиста – бомба-липучка, благодаря которому игрок может закрепить гранату на любую поверхность, начиная от стекла и заканчивая штанами противника. Можно изменить навык, и теперь граната будет не феерично взрываться, унося с собой жизнь и надежды противника, а оглушать всех в определённом радиусе. Самое интересное заключается в модификации умений. Чтобы получить возможность модифицировать навык, вам будет недостаточно убить пару NPC. Теперь нужно выполнять задания и улучшать комнаты специализаций в вашей оперативной базе – АК «Пещера Бэтмена». Также разработчики обнародовали информацию о будущих фракциях. Всего их вышло пять, включая фракцию игрока. Можно ли будет переходить из фракции в фракцию – пока не ясно. Но, скорее всего, данная возможность будет недоступна. Начнём с бандитов. Они грабят, убивают, насилуют и ловят маслины. Ничего нового и интересного. Зэки – те же бандиты, только бежавшие из тюрем. Отличаются жестоким обращением к людям и животным. Правда, тоже достаточно часто при встрече с более сильным противником убегают, поджав хвосты. Чистильщики – пожалуй, самое интересное из фракций на данный момент. Представляют из себя суровых парней, одетых в противогазы и вооружённые огнемётами и топорами. Сжигают всех, надеясь, судя по всему, очистить город от вируса. Нелогичные ребята, но со своим стилем и шармом. Последний батальон – это обычные вояки. Ругаются на правительство, обвиняют он их в некомпетентности. По сути дезертиры, уничтожающие всех ранее перечисленных без суда и следствия. Спецотряд – фракция игрока, состоящая из военных и жителей Нью-Йорка, работавших в полиции. Задача у ребят простая – выживать и помогать жителям города, а по возможности ещё и мир спасти. Также Ubisoft сообщили даты ОБТ. Первыми доступ к миру Нью-Йорка получат владельцы Xbox One, а именно с 18 по 21 февраля. Любителям PlayStation 4 и ПК придётся подождать всего один день. Им доступ к ОБТ дадут естественно 19 февраля. Также игрокам будет доступна дополнительная миссия, которой в ЗБТ не было. Всем, кто будет участвовать в ОБТ после релиза, обещали дать печеньки. Правда, какие – не уточняют. Но по нашим предположениям, это будет обычный скинчик для оружия. Также стали известны основные подробности сюжета Far Cry Primal. Игрок станет охотником из племени Винджи. Племя в состоянии плачевном. То соседи в гости зайдут, то тигры на ужин забегут. Главному герою предстоит восстановить племя и стать в главе пищевой цепочки древнего мира. Для достижения своих целей, Такару дали всё, что можно было придумать. Копья, луки, прощи. И это только малая часть того, что он сможет таскать на себе. Также у главного героя есть удивительная способность приручать животных. Например, благодаря сове, Такар может парить в небе, наблюдая её глазами и отмечать противников. Этакий дрон времён каменного века. Также можно будет приручить саблезубого тигра и отправить его уничтожать противников, пока главный герой сидит в кустах. Ну и куда же в игре про каменный век без мамонтов? Их тоже можно будет приручить и, как в четвёртой части, отправить слонов уничтожать противника вместо их обитания. Отдельно разработчики отметили новую систему крафта. Теперь собирать ресурсы нужно не только для зелий и бинтов, как в прошлых частях, но и для улучшения оружия и постройки своего селения. Правда, можно ли будет самому решить, где его строить, пока не сообщили. Что касается фракций, то в игре их пока только три. Винджи, Удам и Изима. У каждой из фракций свои традиции и культура. Удамы, например, любят тёплые пещеры и людское мясо на завтрак, обед и ужин. А вот Изима, в свою очередь, являются ребятами высоковерующими и поклоняются богу солнца. Правда, они тоже не без грешка. Есть у них привычка сжигать людей заживо. Выпустить игру решили в главный мужской праздник, 23 февраля. Правда, поиграть получат возможность владельцы PlayStation 4 и Xbox One. ПКшников снова обидели и решили выпустить игру 1 марта. Заводная музыка и бешеный адреналин во время гонки. Попытки войти в поворот, продавливая клавиши и поворачивая своё тело в сторону поворота. Именно таким нам всем запомнился Need for Speed. Need for Speed, в котором можно было просто ездить по городу, получая тонну удовольствия. И вот спустя многие годы и множество удачных и не очень попыток выходит та самая игра, которую мы полюбили, когда были ещё маленькими. Многие уже успели поездить по удивительным улочкам Ventura Bay. Правда, к сожалению, релиз этой замечательной игры прошёл мимо владельцев ПК. Но EA, решив исправить этот грех, выпускают нашу родную и любимую NFS на ПК. Да ещё и добавив много вкусностей. Теперь ПК-геймеры смогут насладиться 4К разрешением и детализированным звуком. А их FPS больше не будет ограничен убогими 30 кадрами. Ограничений больше нет. Также нам пообещали добавить поддержку периферии, а точнее говоря, различные рули и геймпады. К тому же EA отошла от своего принципа с бессмертным количеством платных обновлений и пообещали давать обновления бесплатно. А пока вы сидите и ностальгируете, я побежал покупать руль. Помните старую добрую Duck Hunt на Nintendo? Добрые ламповые вечера с пластмассовым пистолетом и смешно летающими утками на экране телевизора? Ребятки из студии Distractive Creations, известные скандалами вокруг их предыдущей игры Hatred, решили порадовать нас новой игрой, в которой нам предстоит пострелять. Правда не в уточек, а в ИГИЛ. На момент игры мы станем солдатом НАТО и, судя по всему, приваренные к пулемету и стреляющего в бегущих к нам ребят из группировки ИГИЛ. Правда, если кто-то и добежит, нас ждут не обнимашки, а крики «Алла, я в бар» и «Красный экран». Игра начинается в 2020 году. ИГИЛ успел захватить всю Северную Африку и вторгся в Европу. Ребятам из НАТО не понравилось, что по всей Европе бегают арабы и расстреливают мирное население. Поэтому решили вести свои войска. Наш герой будет на протяжении всей игры угощать гостей из Африки свинцом и ракетами. Звучит не особо, но мы точно знаем, что разработчики припасли для игроков много вкусностей. Например, возможность прилепить к пулемету гранатомет. Надоело стрелять, вызови удар с воздуха. Прокачивая навыки, игрок сможет усовершенствовать свое оружие и еще быстрее и кошерно уничтожать супостатов. Разработчики обещают воскресить этот жанр благодаря отличной графике и бешеному ритму. Получится у них или нет, узнаем совсем скоро. С пятницы 13-го связано очень много историй и событий. В этом году 13 мая будет, пожалуй, самым главным днем любителей олдскула и дичайшего драйвового хардкора. Ведь именно в этот день выходит Doom, а продолжительность игры составит 13 часов. В этот прекрасный теплый день тысячи демонов будут разлетаться на мелкие ошметки от выстрелов вашего дробовика. И не важно, дикий вы хардкорщик или олдскульщик, или вовсе новичок, не знающий ничего о истории вселенной Doom. Эта игра вам определенно понравится. Для настоящих фанатов серии ребята из ID Software организовали коллекционное издание, в которое войдут 30-ти сантиметровая фигурка Ревенанта, диск с игрой, дополнение для сетевой игры под названием Demon Multiplayer Pack, который содержит уникальную демоническую броню разных расцветок, 6 красок металлического оттенка и шаблоны логотипа ID для размещения на оружии или броне, а также 6 модулей взлома одноразовых предметов, которые дадут вам преимущество в многопользовательских битвах. Стоить такой демонический набор будет 119 мертвых американских президентов, а заказать его можно прямо сейчас. Любимая миллионами компания Blizzard отпраздновала свой 25 день рождения, а состоялось празднование 8 февраля. За эти долгие 25 лет она дала миру такие легенды, как StarCraft, WarCraft, World of WarCraft, Diablo и многие другие игры. Основатели компании отметили, что прошедшие 25 лет были потрясающими. Но самое интересное, по их словам, все еще впереди. Они также поблагодарили своих фанатов за поддержку и пообещали и дальше радовать нас своими отличными играми. Наша редакция также поздравляет компанию с юбилеем и желает им успехов на их поприще и дальнейшего процветания. Буквально на днях компания Amazon представила новый трехмерный графический движок для создания игр на ПК и консолях. Новый движок окрестили Lumberyard. В его основе лежит CryEngine от компании Crytek. Разработчики заявили, что любой может пользоваться их движком и не платить ни копейки. Однако в некоторых моментах людям придется пользоваться Amazon Web Service, а эта функция является платной. Также он получил интегрированную систему трансляции Twitch. Пока что на данном продукте можно склепать игры только для ПК, PS4 и Xbox One. Но разработчики заверили, что в скором будущем они доделают поддержку мобильных и VR-устройств. А пока они пилят, ждем первую игру, вышедшую на этом новом движке. Все, кто любят жанр хоррор, хорошо помнят тизер PT. И несмотря на успех, компания Konami закрыла проект. Все уже было расстроились, но независимые разработчики из студии Set Square решили создать игру по стилистике и ощущениям напоминающим Silent Hills. Было сказано, что действия будут происходить в огромном доме, где герою предстоит выжить и найти путь, ведущий к свободе. Однако каждое мгновение по пятам главного героя будут следовать различные чебурашки и барабашки, не давая игроку расслабиться и просто исследовать этот милый домик. Практически со всем в игре можно будет взаимодействовать. Если игрок найдет кассету, то он сможет вставить ее в видеоплеер и узнать, что на ней записано. Ребята хотели собрать 35 тысяч канадских долларов для выпуска игры на ПК. При 45 тысячах будет версия для консолей. А если соберут 50 тысяч, то игра получит VR-поддержку. На данный момент они собрали уже почти 47 тысяч, а ведь им еще остался целый месяц. Так что будем ждать, когда игра увидит свет. Компания Telltale Games анонсировала дату выхода новой игры проходящих мертвецов. Новый проект получил название The Walking Dead – Мишон. По нашим сведениям, игра будет состоять из трех эпизодов. Самое примечательное состоит в том, что разработчики заявили о планировании не затягивать с выпуском новых эпизодов. Первый эпизод выйдет на прилавке 23 февраля на ПК и консоли. На Android и iOS игра выйдет 25 февраля. Второй эпизод появится в марте, а третий – в апреле. Российская игровая студия 8 Points представила свое новое творение. Игра получила название The Wild Eight. Есть подозрения, что разработчики вдохновлялись фильмом Тарантино перед созданием игры. Но увы, это пока неизвестно. Сюжет повествует нам о 8 выживших в авиакатастрофе над Аляской. Как они друг с другом связаны, пока не ясно. Но будем надеяться, что накал страстей там будет как в Lost. Основная задача игрока будет состоять в выживании. Есть также сведения, что игра будет с уклоном на детектив. Игроку предстоит раскрыть тайну крушения своего самолета. Релиз запланирован на осень 2016 года. Семь раз отмерь и один раз отрежь. Судя по всему, именно этим руководствуются ребята из The Remedy Entertainment, уже который год обещающие нам закончить работу над своим проектом Quantum Break. Недавно разработчики сделали заявление, правда не в очередном переносе игры, а о том, что Quantum Break будет неэксклюзивом для Xbox One. Игру также планируют выпустить на ПК. И пока что дата релиза намечена на 5 апреля 2016 года. Правда есть одно но. Запустить игру вы сможете только на Windows 10. Вот такие пироги, уважаемые господа. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых горячих новинок в игровом мире. А главное, любите и играйте в игры. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок